МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итак, подробности новостного блока. 7 августа президент Республики Арцах Бакоса-Океан принял участие в организованном на территории Степанакерского аэропорта праздничном мероприятии в рамках Седьмых всеармянских летних игр в Арцахе. В тот же день президент Республики Арцах Бакоса-Океан встретился с членом Международного комитета всеармянских летних игр во главе с председателем структуры Ишханом Закаряном. Президент Саокян назвал проведение в Арцахе Седьмых всеармянских летних игр значительным событием в жизни республики, выразив признательность комитету за кропотливую работу. 7 августа президент Республики Арцах Бакоса-Океан принял члена городского совета Гленделла, Вардана, Гарпетяна. Был обсужден ряд вопросов, касающихся связей между Гленделлом и Арцахом. Президент Саокян отметил важность последовательного развития и расширения сотрудничества с городом Гленделл, назвав его востребованным для Арцаха. 7 августа государственный министр Республики Арцах Григорий Мартиросян принял членов административного совета компании Арцах Руст Инвестмент Ари, Степана Терпетросяна и Вача Мелкуняна. Как передает отдел информации и по связям с общественностью аппарата госминистра Республики Арцах, были обсуждены вопросы, связанные с программой строительства 12 домов в общине Агамно Кашатахского района, квартал Ариаван, и 15 домов в Корчаваре, квартал Сидней Шаумянского района. Согласно достигнутой договоренности, дома для разных социальных групп будут готовы к эксплуатации до конца года. Затем Григорий Мартиросян подписал соглашение с компанией Ари от имени правительства Арцаха, объявив о начале строительства школьного здания в общине Агамно. Государственный министр высоко оценил поддержку компании программы переселения в Арцахе, подчеркнув последовательную реализацию и расширение взаимовыгодных программ с диаспорой. Болгарские парламентарии обсудили в Степанакерте Карабахский конфликт. Спикер парламента Арцаха Ашот Гулян в сопровождении вице-председателя парламента Армении Лены Назарян 7 августа принял прибывших в Арцах болгарских парламентариев Валерия Симеонова и Ордана Апостолова. Об этом сообщили в пресс-службе Национального собрания НКР. В ходе встречи гости поделились своими впечатлениями от церемонии открытия седьмых всеармянских летних игр, которая состоялась в Степанакерте, а также выразили готовность поддержать братский армянский народ во всех его начинаниях. Стороны обсудили также и вопросы, касающиеся внешней политики Арцаха, азербайджано-карабахского конфликта, возможностей сотрудничества через спорт и культуру. Министр иностранных дел Республики Арцах Масис Майлян принял главного уполномоченного Армении по делам диаспоры Зарея Синаняна. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Арцаха. Масис Майлян приветствовал первый визит Зарея Синаняна в Арцах в этом качестве и отметил важность активизации связей с целью дальнейшего укрепления взаимодействия Армения-Арцах-диаспора. Были обсуждены перспективы установления сотрудничества между двумя ведомствами на институциональном уровне для обеспечения последовательности совместных усилий в этой сфере. В ходе встречи стороны коснулись вопросов, касающихся продвижения общеармянских интересов, а также увеличения вовлеченности диаспоры в преодолении вызовов, стоящих перед двумя армянскими государствами. В этой связи глава МИД подчеркнул готовность Арцаха внести свой вклад в сохранение армянской национальной идентичности. В тот же день глава МИД Арцаха принял представителя Бюро АРФ Дашнактутюн Акопа Тэр Хачатуряна. В ходе встречи состоялся обмен мнениями по ряду вопросов, касающихся сотрудничества между МИД Арцаха и структурами АРФ Дашнактутюн с целью реализации внешнеполитических задач Арцаха. В этом контексте глава внешнеполитического ведомства поделился итогами недавнего визита делегации Республики Арцах в Австралию и высоко оценил вклад австралийского комитета Айдат в его организацию. Состоялся обмен мнениями также относительно текущих процессов в Арцахе в контексте их возможного влияния на внешнеполитическую повестку. Во встрече принял участие представитель Центрального комитета АРФ Дарцаха, член фракции Дашнактутюн Национального собрания Республики Арцах Давид Ишханян. А сейчас репортаж Карине Мусейлян седьмых всеармянских игр. Вечером 7 августа в Степанакертии на территории гостиничного комплекса Валиксгарден прошли соревнования по спортивным танцам. В рамках всеармянских игр спортивные танцы проходят во второй раз. Первые раз они были проведены в 2015 году. В программу спортивных танцев включены латиноамериканские и европейские танцы, сообщил главный судья соревнований Арам Вартаня. Среди участников турнира есть опытные танцоры, которые хорошо подготовились к играм и имеют большой потенциал. Все участники обладают энтузиазмом и настроены на победу. Президент Всеармянского совета спортивных танцев Марьяна Мамян о турнире рассказала. В Степанакерте проходят все армянские игры. В прошлом году у нас было больше стран и больше городов, так как, наверное, позже будет проходить здесь, поэтому у нас не было достаточно времени, чтобы больше стран вовлечь, да, больше участников. У нас страны какие? Значит, из Ирана. Из Москвы есть у нас участники. Армения и Арцах. 104 участника. И города у нас Земрия, Чмятин, Горис, Ереван, Тегеран, Москва. Все, и Степанакерта. Соревнования проводятся в категории соло и также парные соревнования. У нас две программы включены. Это европейская программа и лазерно-американская программа. Полуфинал, отборочный тур, и потом уже финал. А возраст участников? У нас есть участники с 7 лет до 18-20. У нас есть еще взрослые пары. Молодежь, маленькие участники, ну, разного разраста. Как бы дети, юниоры, юниоры один, юниоры два, молодежь категория, молодежь взрослые. Аванес Манасян, футболист из России, представляет команду города Барнаул. Футболисты Барнаула, начиная с 1991 года, с первых всеармянских игр, участвовали во всех играх. Да, всех панорамянских участвовали, но во всяких впервые мы. Красиво очень, ремония хорошая была, очень интересно. С каким намерением приехали? Конечно, выиграли. Четыре года назад второе место заняли. Карабаху проиграли. А вот сейчас какие планы? Первое место. Первую игру Барнаул сыграли в Мартакерте с командой Арагац из Армении и выиграли со счетом 3-0. Следующие игры будут с командами Бейрута и Сиднея, уже в Ереване. Как отметил Аванес, все армянские игры дают возможность не только соревноваться, но и общаться с армянами из Арцаха, Армении и Диаспоры, устанавливать дружеские связи, завести новых друзей, а также лучше узнавать свою родину. МИД Армении выступил с заявлением в связи с агрессивным заявлением Азербайджана, опубликованными СМИ накануне. Напомним, что поводом для заявления из Баку стало выступление премьер-министра Армении Никола Пахшняна на митинге 5 августа в Степанакерте. Заявление МИД Азербайджана от 6 августа 2019 года наглядно демонстрирует неспособность Баку оставаться приверженным каноном вежливости и воспитанности, нормам цивилизионных отношений между государствами, в особенности, когда они касаются сторон вовлеченных на самом высшем уровне в крайне сложный и деликатный процесс урегулирования. Содержащиеся в заявлении нападки личного характера достойны осуждения и свидетельствуют о поощряемой властями Азербайджана нетерпимости и ненависти. Приказом главы Государственного комитета градостроительства Армении Багана Вермещана журналист Марк Григорян назначит директором Национального музея Института архитектуры эту информацию в беседе с корреспондентом новости Армении не подтвердил сам Григорян. Напомним, что Марк Григорян ранее занимал должность директора общественного радио Армении. Должность директора Национального музея Института архитектуры имени Томаняна занимал критик, искусствовед Рубен Аревшатян, который сложил свои полномочия в июле текущего года. На территории Подмосковного парка и конгрессно-выставочного комплекса «Патриот» в рамках Армии-2019 в субботу 10 августа пройдет Национальный день Армении. Об этом сообщается на странице посольства Армении в России в Фейсбук. Гостей праздника ждет интересная познавательная программа, а также выступления армянских музыкальных и танцевальных коллективов. Будет организована и полевая кухня, отмечается в сообщении. Мероприятие начинается в 11.00 в Доме дружбы на территории полигона Алабина в павильоне Республики Армения. Из Москвы в Армению запустили новый автобус. Из Москвы в Ереван запущен регулярный пассажирский рейс, который будет отправляться от автостанции Орехова по четвергам и воскресеньям. Стоимость проезда для взрослых составляет 3500 рублей. Для детей до 12 лет с предоставлением отдельного места 50% от стоимости билета для взрослых. Стоимость провоза багажа 350 рублей, сообщает прислужба Мосгорстранца. Отмечается, что рейс будет выполняться компанией «Форсаж Авиа», начиная с 8 августа. Время отправления автобуса из Москвы в Ереван 15.30. Билеты можно приобрести в кассах Мосгорстранца и либо онлайн. И информация о погоде. В пятницу 9 августа на территории НКР ожидается облачность без осадков. Ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду. Термометры покажут в низменных районах ночью плюс 17-20, днем плюс 27-30. В предгорных ночью плюс 12-16, днем плюс 20-25 градусов тепла. В студии работала Ольга Григорян. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова